Тема занятия Социальная сущность постпозитивизма Лекцию читает доктор философских наук, профессор Огородников Владимир Петрович Пожалуйста Здравствуйте еще раз, уважаемые говорящие Тем более у нас такая келейная обстановка Лекция беседок Когда вот такое количество Оно, вы знаете, великий закон Единство, количество и качество Когда вот такое количество Оно дает качество уже новой встречи Это уже не лекция, а лекция беседа Лекция встречи такая Соответствующая Так вот, постпозитивизм Достаточно сложная по некоторым аспектам освоения Это философская концепция Требует рассмотрения Вот я в лекции всегда рассматриваю Прежде всего, историю становления Позитивизма как такового Надо основные термины рассмотреть Дальше надо выяснить сущность позитивизма И вот классовую сущность, конечно, позитивизма установить Ну и раскрыть какую-то конкретику По основным авторам Постпозитивистских концепций Ну вот, может быть, даже и сегодняшнего дня Потому что есть продолжатели постпозитивизма и сейчас Итак, вот если говорить об истории И о самом термине Не постпозитивизм, а позитивизм Термин надо прояснить Позитивизм Ну, дословно в переводе с французского Поскольку автор-основатель француз Агюст Конд Это середина 19-го столетия И позитивизм означает просто так В дословном переводе Позитивный, положительный Полозитивный Значит, что-то было и неположительного Что такое позитивное? Позитивная философия По Агюсту Конду Откуда сам термин берется? И тут немножко уже и сущность Начинает высвечиваться Вот от истоков Мы всегда должны Все рассмотреть от истоков В генезисе, как говорят биологи Надо просмотреть Откуда это все Корни-то идут Вот от корней надо смотреть Чтобы понять сущность Ну и вот Агюст Конд Вознамерился создать Новую, прежде всего Классификацию Истории Исторического развития Причем, заметьте Вознамерился он это сделать Уже в тот момент Когда Маркс Энгельсом Уже такие Достаточно большие Труды создали Которые Позволяли Как-то иначе уже Рассмотреть историю общества Я имею в виду Что намеки на формационный подход Имеются уже и В манифесте коммунистической партии Вот вы помните Это 1848 года Работа Маркса и Энгельса Как раз Вот Конечно В более Полном виде Маркс раскрыл Сущность Формационного подхода В капитале В первом томе Ну и в последующих И в четвертом Ас еще учили Вот там Этот момент Но Вот Я говорю Уже Была создана концепция Каркас марксизма Уже существовал В том времени Когда Конт Публикует Тоже Вот К концу Первой половины 19-го столетия Свой курс Позитивной философии Он Прямо Не ссылается Там На Маркса Хотя Есть источники Что он Знаком был С этими Работами Маркса Вот Человек был Конечно Эрудированный Профессор Сорбонна Но вот Видимо Его Маркс Не очень-то Заинтересовал Привлек И он хотел Что-то свое Он Не удостоился Даже того Что Не удосужился Вернее Даже Критиковать Маркса Просто так Ну есть Вот такая Концепция А вот Я вот Свою Такую Оригинальную Предложу Что Вот Вы тут И Содрогнетесь До сих пор Такого Не было Потому что Конечно До И Маркса И до Алиста Конта Было Множество Концепций Начиная Еще С Аристотелевских Построений С Платона Даже С учителя Аристотеля Концепции И Происхождения Общества И развития Общества И каких-то Этапов Исторического Развития Общества И были Различные Основания Выдвигались Этого Развития Ну Скажем Если говорить О Платоне Как раз Начальнике Объективного Идеализма Во взглядах На все И в том числе И на общество На государство Платону Ну Это Я тут Что-то Углубился Хотел Вы столько Позитивизма Только сказать Ну Ладно Уж Не буду Себя Прерывать Платону Принадлежит Работа Такая Очень Мощная Государство Или Политика Мощная И по Объему И по Содержанию И эта Работа До сих пор Изучается Всеми Правоведами Всеми Историками Безусловно Ну И конечно Философ Изучается Она Почему Там Как раз Были Даны Первые Определения Сущности Государства Развертывалась Какая-то Эволюция Государства Из чего Откуда Оно Идет По Платону Идет Очень просто Все у него От мира Идей Вот есть Мир Идей Мир Вещей Государство На земле Оно Есть Мир Вещей Конечно Одна Из вещей Мира Вещей Вещное Материальное Как бы мы Сказали Но Вот Это Внедрение Идеи Государства Идеальное Государство По Платону Та Которая Соответствует Вот этой Идеи Государства В которой Все заложено И Развитие Государства И Соответствующая Структура Государственного Управления Там И Воспитания Граждан Государства Вот Много Там У него Есть Такого Ну Вот Он Постулирует Что В идее Государства Все есть И он Даже Знает Что Есть В этой Идеи Ну Надо Только Вот Идею Вернее Пардон Конечно Наоборот Не идею А Надо Действительность Привести К соответствии С этой Самой Идеей Вот Тогда Мы Достигнем Идеального Государства А увы Наше Государство Не идеальное Только потому Что Не знает Что Такое Но Это Вот Такой Объективный Идеализм Идея Стола Попроще Из Государства Первична По отношению К столу Посложнее Идея Человека Первична По отношению К каждому Человеку И К человеческому Обществу Ну И так Далее Вот Но Агюст Что Предлагает Он Предлагает Не буду Уже На других Авторах До конта Отвекаться Платона Сказал Значит Агюст Он Предлагает Такую Концепцию Что Развитие Общества Происходит В соответствии С развитием Как раз Идеи Но Идеи Не каких-то Там Как у Платона Неизвестно Где В мире Идеи Находящихся Не человеческих Идеи А именно Человеческих Идеи То есть Развитие Общества Детерминируется Определяется Развитием Познания Человеком Окружающего Мира И Соответствующие Результаты Этого Познания Есть На определенных Этапах Вот они Эти результаты Они Свидетельствуют О том На каком Уровне Познания Находится И на каком Уровне Находится И общество Которое Развязывается Именно В связи С развитием Вот Этого Познания Окружающего Мира И общество Тоже Да И общество И мира Вот Ну и Какие же Этапы У Агюста Конта Выделяются У него Выделяются Три этапа Это Теологическая Стадия Развития Познания Не развития Общества А развития Познания В соответствии С этим Он там Говорит А какие Вот Теологической Стадии Что такое Теологическая Поясню Вначале Значит Ну Богословская Понятно Да То есть Все В мире И в обществе Объясняется Промыслом Божьим Самое Простое Ничего Не надо Мудрствовать Лука Все Промыслом Божьим Определяется Замечательно Но И Тут Конечно Так Он должен Как-то Утвердить Самого себя И считателей В том Что вот Это его Такая Здоровая Мысль О том Что все Определяется Именно Какой-то Системой Познания Уровнем Познания Методологией Даже Познания Окружающего Он говорит Что вот Такая Теологическая Стадия Развития Познания Определяет Соответствующие Формы Правления Государственного Формы Отношений Между Человеком И Человеком Формы Искусства У него У Агюста Констана Написан Свод Такой Шесть Томов Курса Позитивной Философии Я чуть Не умер Одолевая Эти Тома Хотя Тогда Я французский Знал Неплохо И Имел Возможность Сейчас Уже Просто Не взялся Все Уходит Как Вода В песок Ну В общем Там Я говорю Эти шесть Томов Я бы Когда Я прочитал Я понял Что я бы Мог написать Тоненькую Брошюрку Где Изложил Б Видимо Без Искажений Основные Идеи Конта Не надо Шесть Томов Писать Ну Это Так Может Конт Бы Тоже Что Нибудь Взял Из моих Статей И сказал Чего Он тут Воду Развел То есть Конт Не может Мне ответить Но Основные Вот Я постараюсь Воду Выжать Основная И какие Государства Соответствуют Вот этой Стадии Теологической Познания Природы И Людей Это Вот Такие Деспотические Государства Где Значит Недемократические Кстати Платон И его Учитель Тоже Сократ Они Демократию На дух Не переносят Да Так Вот Он Кстати Платон Рассмотрел Платон Опять Платон Возвращаясь Он рассмотрел Соответствующие Типы Государства Но Не буду Туда Возвращаться Но Волей Неволей Конечно Конт Он Руководствуется Ранними Разработками Даже На Платона Ссылается Тоже Почему Я Вдруг Опять Вспомнил О Платоне Вот Такие Значит Теократические Государства Где Во главе Стоит Церков Или Если Не церков То помазанник Божий Как у нас Царя Представляли Вся Власть От Бога Обязательно И Строятся Церкви Я Каждый день Туда Сюда Проезжаю Мимо Исаакиевского Собора Мимо Одного Фронтова Где Написано Царю Царей Вот Царь Царствующих Да Царю Царствующих Пардон Правильно Спасибо Царю Царствующих Вот Вот Царь Царствующих То есть Вот Все Управляется Богом Вот И Поэтому Соответствующая Иерархия Все Идет Оттуда Сверху От Бога А потом Дальше Распределяется Поэтому Вы Пожалуйста Не возникайте Против Царской Власти Это Против Божественной Власти Получается Так Да Это Здорово Укрепляет Вот Тогда Конечно Царская Власть И церковная Власть Они Нашли Друг Друга Соединились У нас Множество Примеров То есть Конта Можно Согласиться Можно Да Конечно Но Только Он Меняет Местами Причину И следствие Уже На уровне Вот Этой Теологической Стадии Да Да Можно Сказать Была Такая Теологическая Стадия Где И она Никуда И не ушла Кстати Конт Тоже Об этом Пишет Что В отсталых Обществах Эта Теологическая Стадия Еще Там Не только Присутствует Но играет Большую роль Познания Много Верующих И которые Тоже Все Ссылается На Бога И так далее Но это Напоминаю Середину 19 Столетия Он об этом Пишет Вот Ну вот Это Теологическая Стадия Значит Она Конечно Не способствует Развитию Прогрессу Почему Потому что Если все От Бога До Какое-то Знание И природа И общество Значит Тут надо Прислушиваться Глазу Божьему А глаз Божий Что-то Молчит Потому что Вы знаете Молитва Хороша Это Когда Ты обращаешься К Богу А когда Бог Тебе Обращается Это В церкви Не допускается Понимаете Диалог с Богом Это уже Какое-то Кощунство Вы знаете Одно из обвинений Жанны Дарта Было То что Она Говорила Что и к ней Богом Как ты ему Посмела Так Вообще Предположить Вот Поэтому Тут как-то Очень затруднить Надо Бога Инструкцию Не получишь А вот Там вот Представители Бога На земле Узурпировали Право Как я вот К ним Обращаюсь Когда Мне приходится В дискуссиях Принимать Участие Очень занятная Для меня Дискуссия С этими Церковниками Я первое Что задаю Вопрос Разного уровня Даже с Митрополитом Нашим Я тут Поцапался Представьте себе Вот до чего Дошел Святотатстве Своем Вот Я первое Что задаю Этим Всем Ребятам Говорю Скажите А кто Вам дал Право Выступать От лица Бога А Мгновенно Тушуются Как то Им даже В голову Что это Вопрос Никто Такой Вопрос Как то Да вот Я там Один Помельче Конечно Не Митрополита Это был Санты Ну довольно Приличный Он говорит Ну я же Духовную Академию Закончил Я говорю Ну и что У меня Диплом есть А в дипломе Говорю Подпись Я Бог Нет И печать Там Я говорю Так что И так Совершенно Вы Просто Присвоили Себе Вот эти Полномочия И начинайте Уступать И имеете Право Я не меньше Вас могу У Бога Выступать Если хотите Взял Вот И все Да У меня тоже Дипломы Есть Там я Религиовидия Не проходил Ну ладно Вернемся Однако Кагюстоконта Значит Вот эти Все Теократические Государства Развитие Конечно Затруднено Очень Потому что Все подпитует Церкви Наука Он По существу Описывает Грамотный Очень Конечно Эрудированный Конт Описывает Ситуацию С Средневековьем Там Вот Засили Церкви Европейское Средневековье И Наука Подпитывается Значит Это не годится Совершенно Да Для развития Это все Сдерживает Но Приходит Но Он Говорит О том Что Есть Высшая Философия Первая Философия Главенствующая Философия Это Наука О том Что В чувстве Не дано Но Что Составляет Сущность Всех Чувственно Воспринимаемых Вещей Событий И так далее Да Вот Это Вот такая Наука Это И есть Философия Да В чувстве Не дано Хотя Сегодня Когда Пишут Такое же Определение Метафизик У нас Википедии Да Вот Прочтите Просто Ну Любой Энциклопедии Современной Да Наберите Метафизику Увидите Что там Такое То же Самое Это Наука О том Это Часть Философии Или Наука О том Что В чувстве Не дано Но Что Составляет Сущность Всех Чувственно Воспринимаемых Предметов Ну Тут Критика Такая Очень Легкая Ну А Квантовая Механика Это Наука О том Что В чувстве Не дано Но Что Составляет В известном Смысле Сущность Процессов Которые Даны И в чувстве Да Вот Сущность Процессов Сегодня Мы уже Не можем Это все Объяснить Значит Таким Образом Термин Метафизика В этом Значении Старом Для Аристотеля Это Нормально После Аристотеля До Гигеля Все еще Нормально Можно Так Ну Когда Наука Уже Ну Понятно Контом Мы еще Не можем В этом Винить Потому что Конт Не дожил До открытия Первой элементарной Частицы Да И да Но У него Уже Кстати Во время Уже Был Известный Электромагнетизм И вот Тоже Не видно А вот Как иголка На практике Использовали Компас Давно Уже Не понимали Почему Какие-то силы Невидимые Да Ну Это тоже Метафизика Тогда Электромагнетизм Понимаете Ну Это я так Раскритиковал Я по-прежнему Использую Термин Метафизика В значении Все-таки Не Равном Философии А Антидиалектика Вот это Гегель Основал Такое Новое понимание Вот есть диалектика Есть метафизика Диалектика Это Как раз Метод познания И преобразования Действительности Который Рассматривает Все Абсолютно Все В объективной И субъективной Реальности Как единство Противоположного Первый момент Диалектики Да И не абсолютизирует Ни одну из сторон Сторон противоречия Ни одну противоположность А метафизика Как раз Это отрыв Абсолютизации Мысленный отрыв Абсолютизации Из единого Целого Какого-то Элемента Момента Объявления Его Самостоятельно Существующих Как правило Одной из сторон Противоположностей Отрываем Необходимость От случайности И одна Метафизика Абсолютизации Необходимости Мир абсолютно Необходим Все фатально Предопределено Или наоборот Мир абсолютно Случает Вот У Шопенгауэра Мир абсолютно Случает Значит Вот тоже Метафизика Нам даны Только явления Сущности Нам не даны В познании Мы сущность Не узнаем Агностицизм Называется Философией Невозможность Вот Это тоже Метафизика От явления И явления И сущность Разделяется Вот Ленин По этому поводу Рассматривая Говорил Явление Существенно Сущность Является Или абсолютизация Сущности Как Такого Явления Сущность Нам Прямо Дана В непосредственном Ощущении Есть такие Философские Взгляды Странные Тоже Мало Аргументированные Ну ладно Ну так вот Итак Вот Все-таки Метафизическая Стадия У Конта Это Философская Стадия Познания Мира Где Чем она Отличается От теологической Тем что Отказались От Бога В объяснении Всего Но вводит Представление О каких-то Каких-то Сверхсущностях Каких-то Абсолютных Началах Мира Да Разные Причем Эти абсолютные Начала Эти Субстраты Единые Единственные Для всего Все Живет Жизнью Смертью Огня Вот Субстрат Единый Единственный И У Гераклита Огонь Ну а у Фалеса Первого Известного нам Древнегреческого Философа Все вода Все из воды Камень Это тоже вода Только в более Уплотненном состоянии А воздух Более разреженная Вода То есть вот Вроде Естественное Начало Но это Метафизическая Абсолютизация Одного Из состояний Матери Как вот Главного Субстанционального Это метафизика Конечно Вот И Но А на это И обращают Внимание Агюз Ну вот Абсолютизировали Какие-то Моменты Говорят Что это Сущность Неправильно То есть Есть термин Метафизический В отношении Философских Учений Как бы Свой двойной Смысл Как раз И обретает Да Что С одной стороны Это антидиалектика По Гегелю Да Вся вот Это Все философские Системы До Гегеля Как раз И были В общем-то Если Материстический То метафизический Ну и идеализм Тоже Страдал Конечно Метафизикой И исходит Всякая Метафизика Дорога К идеализму Антиидиалектика Либо к объективному Либо к субъективному В зависимости С того Что вы Абсолютизируете Абсолютизируете Единичное Воле-не-воле Логично Придете К субъективному Идеализму Абсолютизировать Общее Придете К объективному Идеализму Вот Какие-то Общие Всеобщие Сущности Конт обвинял Всех философов В том Что они Как раз Всеобщие Сущности Постулируют И постулировали Такие обвинения Конта Справедливо Да Было такое И вот Якобы Это Определы С одной стороны Вроде как-то Дистанцировались От религии Это хорошо А с другой стороны Какие-то там Эти Субстанции Какие-то Черт его знает Какое-то отношение К реальному миру Имей Никакого Пишет Значит Надо отказаться От этого Ну сразу Не откажешься Это же Надо долгий Путь познания Пройти Здесь Конта Можно согласиться К чему он приходит Этот долгий Приводит Этот долгий Путь познания Ну Конт пишет Вот мы В замечательном Просвещенном Прогрессивном 19 веке Живем И 19 век Собой Знаменует Как раз Приход Новый Положительный Позитивный Стадии Познания Когда возникает Позитивная наука Он говорит В общем-то О том Что возникшие Конкретные науки Прежде всего Естественные науки Они Значит Не гоняются За какими-то Всеобщими Субстанциями За каким-то Абсолютным Духом Абсолютной Идеей Еще за Какими-то Идеями Они рассматривают Конкретные причины Конкретных Следствий Единичные Вот Говорит Конт Вот это И надо Нам познавать В этом И есть Смысл Позитивной Науки Которая Не гоняется За химерами Общего А изучает Конкретно Единичное Ибо И только Конкретно Единичное И дает нам Возможность Повлиять На это На это Конкретно Единичное Мы знаем А что там Субстанция Как при помощи Субстанции Повлиять Никак Не можем Повлиять Да Ну и что Даже Если Это у нас Естественная Субстанция В основном Вот Так вот Конт говорит Что надо Вот исходить Из Каких-то Таких Единичных Моментов Их рассматривать Изучать Он говорит Это относится Не только К истинствознания Это и К обществу Относится И Конт Основатель Так называемой Эмпирической Социологии Которая Исходит Из того Что нужно Рассматривать Не какие-то Всеобщие Законы Развития Общих А единичные Взаимодействия Какие-то Вот Взаимодействия Людей Которые В сумме Своем Приводят К какому-то Результату В свою Сумме Приводят К какому-то Результату Вот Ну и Он Основатель Сам термин Он вводит Социология Это он Его заслуга Надо сказать Но он Никакой Теоретической Социологии Не мыслит Эмпирическая Ведь именно Конт Вот еще Его заслуга Он Разработал В том же Курсе Позитивной Социологии Позитивной Философии Значит Он Он Разработал Вот Эти Приемы Приемы Благодаря Опыту И Конечно Конт Все время Признается В любви Благодарности Заочно Конечно Уже Так сказать К Фрэнсису Бэкону Потому что Он основатель Эмпиризма И Вот Эта Наука То вся Должна Быть Эмпирической Вот Рассматривать Эти Вещи Вроде Бы И Правильно Да С одной С одной А вот Метафизическая Абсолютизация Приводит Таким Удивительным Вещам Когда Конт Заявляет Что В конце Первого Тома Своего Курса Позитивной Философии Что Димол Теперь Я надеюсь После того Как читатель Познакомился С этим Моим Первым Томом У него Не осталось Сомнений В том Что Все Что происходит В обществе Все Общественные Изменения Они Определяются Исключительно Общественным Мнением И всякими Идеями Которые Возникают И исчезают В обществе Вот так То есть Вот Субъективный Идеализм Явный Откровенный Все Ну что Надо Идею Какую-то Поменять Выработать И вот Пожалуйста Вам А эмпирическая Социология Еще Какая у него Заслуга Вот эти Все Знаете Исследования Эмпирические Которые Сейчас Успешно Ведутся Опрос Общественного Мнения Вот Выяснение Какой-то Ситуации Конкретной Скажем Вот Потребность В воде Это Пример Самого Конта Скажем В Париже Не хватает Воды В это Время Значит Надо же Доставить Как-то Водопровода Нет Еще Там Вообще Нечистота Сливается Прямо на улицу Кошмар Что делается Как бы мы тогда В том Париже Могли жить Это уже 19 век Это не Средневековье А в большинстве Есть конечно Респектабельные Районы Для богатых Там все Есть Там уже Извините Туалеты Есть В домах Каменных И канализации Все Есть Но все Это правда Потом Просто Сливается В ту же Несчастную Сему Так вот Я почему Это все Вспоминаю Потому что Он говорит Вот Надо определить Какова Потребность Парижа Вот В этих Очистительных Сооружениях И В воде Вот Сколько Надо Нам прорыть Там Траншей Уложить Труп Каких-то Чтобы Поступали Как это определить Да очень просто Вы проходите Там Измеряете Количество Домов Сколько Расстояния Вот И измеряете Вот вам Эмпирическое Солон Вы Не Исходите Из какой-то Общей Идеи Какой-то Как вы Из нее Дедуцируете Вот Все они Позитивисты Начиная С конта Они Номиналисты То есть Есть только Единичное Общее Это так Химера Она Существует В голове Есть только Единичное И это Единичное Значит Надо Познавать Индуктивным Путем Вот это Сложили Получили Картину Общую Но не Идти На все На уровень Всеобщего Нельзя Выходить Ни в коем Случше Поэтому Там Говорить Каких-то Революция Грядущих Нет Не боже мой Вот Надо Рассмотреть Какие-то Потребности Населения Удовлетворил Потребности Населения Глянишь Оно И не возникает Все Тихо Спокойно Ну а Главное Конечно Это Развивать Науку Разве Можно Не согласиться С контом С требованиями Но вот Наука Должна быть Исключительно Эмпирической Даже Общественная Наука Своится Контом К его Эмпирической Социологии Вот И вот Это Основные Идеи позитивизма Значит Все определяется Идеей Идея Формулируется Наукой Наука Должна Изучать Только Единичное Общие Какие-то Законы Уже Странно Наука Которая Не изучает Законы Так что же Это такое А цель Любой Науки И Естественной И Технической И Общественной Социальной Науки Всегда Является Именно Нахождение Открытие Закона Он Против Этого Он Нет Вот Единичное Только Взаимодействие Причина Слеза И вот Это И составило Основной Пафос Что ли Позитивистской Идеи Которая Развивается Дальше Я не буду Подробно Говорить О всех Этапах Мне Надо Рассказать В конце Казах Я До Пост Позитивизма Еще Не Добрался Это Первый Позитивизм К Конту Присоединяется Герберт Спенсер Это Уже Английский Философ Да Который Эти идеи Тоже Развивает И Тоже Английский Философ Джон Стюарт Миль Там Он Об индуктивной Логике Как раз Он Больше Математик Специализируется В области Математики Поэтому Индуктивную Логику Он Возводит Тоже В абсолют В определенный Хотя И добивается Успеха В развитии На теоретическом Урове Индуктивной Логики Но тем Не Абсолютизация Есть Ущерб Дедукции Это Старая Проблема У Ученых И у Философов Что Первично А дальше Идет Проблема Какой метод Мы должны Использовать Дедукцию Или индукцию В познании Империзм И рационализм Потому что Дедукция Рационализм Рационализм Ну вот Ну и вот Они Вроде Индукция Значит Империзм И никакого Рационализма Но постепенно Меняются Ситуации К концу Ну вот Я назвал Первых позитивистов К концу 19-го Столетия Во-первых Появляется Совершенно Новая Физика Еще Она в общем Не появляется Она только Зарождается В трудах Выдающихся Физиков Того Времени И одним Из выдающихся Без сомнения Физиков Того Времени Был Энст Мах Вот Он Один Один Из Основателей Вместе С Рихардом Венариусом Тоже Австрийским Философом А не Физиком Второго Позитивизма Который Рихардом Венариус Назвал Империокритицизм Владимир Ильич Ленин Второй Позитивизм Посветил Свой По существу Единственный Вот Целиком Философский Труд Материализм Империокритицизм Критике Вот этого Самого Империокритицизма Второго Позитивизма И вот Те Приемы Те Даже Принципы Критики Он отдельно Выводит Ленин Принципы Критики Всякой Идеалистической Философии Позитивистской Философии Они конечно Применимы И критике Не только Второго Этапа И первого Этапа Но и Последующих Этапов Второй Этап Ну вот О Махе Ленин Как раз Пишет Что Мах Хороший Физик Но плохой Философ Он тоже Абсолютирует Это единичное Делает Ну ай Не буду Потому что У меня Все таки До пост Позитивизма Так не доберусь Значит Второй Этап Исторический Развитие Позитивизма Это так называемый Неопозитивизм Неопозитивизм Новый Позитивизм Или его иногда Называют Логический Позитивизм Надо сказать Что логический Позитивизм Который Появляется Опять же Тут Австрию Вспоминаю В Вене При Венском Университете Морец Шлик Заведущий Кафедрой Философии Венского Университета Ну Морец Шлик Вы чувствуете Значит Он Не совсем Австрияк Да Но Австро-Венгрия Да Так что Там вот Это Еще Много людей Но дело Не в этом Конечно Морец Шлик Основатель Он привлекает К этому Философскому Кружку Отнюдь Не для студентов И даже Не для Аспирантов Там уже Были такие Аспиранты Кстати Один аспирант В конце концов Морец Шлик И застрелил За револьеру Прямо университета Фашистующий Аспирант Был На этом Закончилась Кстати Жизнь И жизнь Морец Шлика И Жизнь Деятельность Это Всего Кружка Морец Шлик Привлек Кружку Видных Философов Ученых Того Время Наиболее Видный Наверное Бертран Рассел Также Там Людвиг Витгенштейн Рудольф Карнап И так далее Ну и вот Они Чем Занимались То Что Уже Заложено Агюстом Контом Надо Позитивную Науку Развивать Надо Отказываться От Метофизических Каких-то Там Взглядов Вот Вот Ведь Вообще Конт Дошел До Того Что В наше Время Он Пишет Уже Наука Вообще Не нуждается Ни в какой Философии Даже Позитивной Вот Потому что В позитивной Науке Наука Нуждается Сама В себе И он Говорит Что Наука Сама Себе Философия В наше Время Так вот Какой Должна Быть Все-таки Наука И что Является Научным А что Ненаучным Вот В связи с этим Почему Они Называются Логическими Позитивистами Эти Неопозитивисты 20-е 40-е В общем Начало 30-е Там 40-е Уже Лет Да Они Закончили Вот У них Трагически Закончилось Ну Там Фашизм Пришел Австрия Вы же Понимаете 30-е Годы Там Начало Вот И вот Морис Шлик Там Застрелил Его Этот Аспирант Да Его Личный Аспирант Фашист А Морис Шлик Был Антифашистом А там Еще В этом Кружке Там Было Много Евреев Вы понимаете А тут Евреи Коммунисты Это Главные Страды Да Вот Жертвы Фашизма В Австрии И В Германии Да И не только Конечно В Австрии Германии Ну вот Ну и понятно Тут Против этого Кружка Тут Собралась Синагога И вот Они там На счете Проповедуют Это явно Что-то Вот Далекое От Наших Идей Враждебное Вообще Общество И даже Человечество Ну и тут Они разбежались Ну Я Неопозитивизм Так Логический Позитивизм В конце концов Они Вначале Там Принцип Верификации Я об этом Не буду Говорить Хотя Нет Верификацию Надо Затроивать Первый Критерий Который Они Ввели Для того Чтобы Определить Вот Это Суждение Высказывание Оно Научное Или Оно Вненаучное Не говоря О том Что оно Может Антинаучным А вот Научное Или Вненаучное Вот Такая Демаркация Между этими Вот Значит Вводится Принцип Верификации Кстати Интересно Что Вводит Его Такой Мощный Математик Логик Людвиг Витгенштейн Интересная Еще Биография Людвиг Витгенштейн В гимназии Учился Вместе С Адольфом Гитлером Есть Даже Фотография Сейчас По интернету Гуляют Они сидят Мальчик Адольф Мальчик Людвиг Да Причем Вот Так сказать Настоящий Арийц Правда Вы знаете Фюрер Как-то Настоящего Рийца Никак Не тянул По внешности Его бы Если бы Он не был Фюрером Упекли бы Где-то В лагерях Хочу Вот Свою жизнь Ну и Вот Евреи Людвиг Витгенштейн Ну я Чего-то Так Увлекаюсь Лирическими Оступлениями Хотя Они иногда Проясняют Дело Вот С человеческой Точкой Анти Антисемей Антисемейская Так 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 Ханария Так Так Уничтожение То Людвиг Гейнштейна Ведь Схватили Там Родственники Знают Что С Фюром Вместе Учился Они Каким-то Огром Сумели До стучаться До того момента Пока его Не расстреляли Вот И его отпустили Говорят Отпустите Вы Пусть И есть На все Четыре Стороны Ну вот Так Вот Принцип Верификации В чем Смысл Принцип Верификации В том Что Суждение Надо Признать Научным Если Оно Может Быть Сопоставлено С Конкретно С конкретно Чувственными Фактами Чувственно Так сказать Данными Фактами Вот Единичными Опять Конкретно Единичные Суждения Ну Пример Вот Самого Этого Витгенштейна Снег Идет Или Дождь Идет Неважно Дождь По-моему У него Все-таки Дождь Идет Если Дождь Идет То есть Оно Научно И Истинно Ну Вот Я говорю Дождь Идет Ну Смотри Идет Да Ну Правильно Истину Главу Лишь Вот То есть Чувственными Данными Сопоставим И Все Были 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 Довольны Люди То Были Уже Не Только С Высшим Образованием С Хорошими Степенями А Вот Как-то Наивность Страшную Проявляли Потом Они Правда Думались Что 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 Так Вот Принцип Террификации Сопоставление С Чувственными Фактами Не Работает В отношении Даже Близкого Будущего Скажем Завтра Будет Снег Ити Как Это Вот Сейчас Проверить Нельзя Завтра Будет Завтра И Проверим А Сейчас Нельзя Значит Оно Не Велифицировано Значит Оно Ненаучное Или Вчера Шел Дождь Так Положен То То В отношении Близкого Прошлого И Близкого Будущего Высказывания Отношения Близкого Прошлого Будущего Они Не Велифицированы Они Додумались До этого Наконец Нет Надо Но Они Приводили Там Принцип Физикализма Т. Наконец Вот Рудольф Карнап Он Говорит Нет Ребята Тут Мы Что-то Не То Вот Я Нашел Действительный Критерий Научности И Истинности Это Принцип Когерентности Так Называем Что Он Означает Значит Коги То Помните Эрго Сум Может Прочень Не помните Но Я Даже На Лекции Вспоминал Знаменитое Высказывание Рене Декарта Коге То Мыслю Эрго Следовательно Сум Существую Есть Дословно Есть Переводится Латы Так Вот Когерентности Это Мысль Длительной Согласованности Логичности Значит Суждение Теперь Признается Научным Истинным Если Оно Внутренне Логично Построено Не Противоречиво И не Противоречит Другим Суждениям В составе Данной Концепции Вот Тогда Все Тогда Истина Тогда Это Действительно Научно И Главное Что и Истина Сопоставили С истиной Истина Отожди С научностью Даже Опять На всяких Великих Довольно Просто Заблуждались Истина И научность Увы Не всегда Совпадает Научно А вот По поводу Научности Правильно Сказали Логично Если Логично То научно Если Не Нелогично Значит Все Это Либо Шизофренический Бред Либо Лепит Ребенка Вот Нелогично Вот Это конечно Ненаучно Безусловно Хотя Сама По себе Логичность Опять же Не есть Критерий Даже Научности Тем более Не есть Критерий Истинности Ну Вы понимаете Я всегда Привожу Этот пример Уже И в этой Аудитории Не раз Приводил Еще раз Приведу Мне он Нравится И слушателям Вроде Достаточно Доходчиво Вот Логичность Система Птолемея Геоцентрическая Внутренне Очень Согласованно Когерентно Логично Все Там А Система Коперника Что Нелогична Конечно Логична Внутренне Но Истина Это Все-таки Система Коперника Хотя Обе Они Внутренне Логичны Там Нет Логических Противоречий Поверьте Получается Обе Истины Как-то Странно Получается Дуализм Истины Ну У нас И это Вводит Уже В конце 20 века И дуализм И плюрализм Истины Это Отдельный Разговор Кошмар И сейчас То же самое Знаете Дуализм Чего угодно Демократия Дуализм Вы считаете Демократия Власть Народа Я считаю Демократия Это Свобода Половых Отношений И заключение Браков Между Однополыми Существами Вот Это Истинная Демократия Барак Обама Уходя С поста Он сказал Это же Из его Речи Такой Заключительный Что Я горжусь Тем Что я Внес Большой Вклад В демократизацию Жизни Соединенных Штатов И вот Главное Мое Достижение Это то Что я Узаконил Однополые Браки Вот это Настоящая Демократия Это Свидетельство Как я Глубочайшего Одно Свидетельств Многочисленных Конечно Свидетельств Не только Глубочайшего Кризиса Капиталистической Системы Производства Вот это все И в искусстве Везде Ну впрочем Я ухожу И в философии Тоже И вот там Они Принцип Родик Когерентности Нормально Да А я до Постпозитивизма Еще не дошел Или в заключительном Слове Да Ну Может так Ну Да Ну так вот Извините Конечно Это вот Наверное Какие-то Возрастные Уже Элементы Да Что я Так Не укладываюсь Во время Хронически Дать побольше Времени Да Дать побольше Времени Так вот А Значит Неопозитивизм Он Закончил Свою Так сказать Жизнь Существования В связи с тем Что закончил Своё существование Основатель Этого кружка Да Морис Шлиф Был убит Своим аспирантом Ну и Кружок Спустились Разбежались Потому что Там половина Была евреев И Ждать Что за ними Придут И Никто из них Даже Не евреи А истинные Арийцы Они Не разделяли Отнюдь Фашистский Идеолог Хоть Они В философии Так сказать Совсем Не марктисты Были Но фашистскую Идеологию Они не разделяли И вот Значит Тут Разъехались Там Юный Карл Коппер Был В числе Этих Членов Кружка Но он был Членом Кружка С вещательным Голосом Он был Совсем Молодой Парень Ну представьте Карл Поппер Он ровесник Века 20-го И В 20-30-е Годы Сколько ему Было Лет Когда он 25 лет Ему было Кто его Слушал А там Уже Были Такие Гении Тогдашней Науки Бертон Рассел Который Правда Член Корреспондент Был Кружка Он По-моему Один раз Только Был В Австрии Там Участвовал В какой-то Доклад Делал А так Он По Переписке Вот Отсюда Это Понятие Член Корреспондент Академии Наук А не Академик Академик Обязан Постоянно Надо Заседать Принимать Участие В совещании Ну вот Распалось И Конечно Тут Великая Отечественная Война Кто Куда Разбежались И Уже За время Кто-то Уже Так сказать Отошел От науки Благодаря Ну Тяго Там Жизни Понимаете Что Человеку Винить Там Личные Истории И так Далее Поэтому После Войны Ну Уже Венский Кружок Не Существовал И Восплачивать Было Некому И так Далее Но Остались Кое-кто Вот Карл Поппер Он Собственно Единственный Кто Остался Верен Идеям Позитивизма После Того Как Неопозитивизм Перестал Существовать И он Как раз И есть Основатель Карл Поппер Основатель Вот Пост Позитивизма В чем Он Состоял Этот Пост Позитивизм Название Может быть Не очень Удачное Не я Придумал Поэтому Не мне Критиковать Вот Историки Философии Вот назвали Это четвертый Этап Развития Позитивизма Пост Позитивизм Вроде Вроде После Позитивизма Но Черты Позитивизма Конечно Там Остались Иначе Не надо Было Говорить Пост Позитивизм Все Так Что-то Было Позитивистского В этих Карл Поппер Ну Карл Поппер Значит Интересно Что опять же Австрийский По происхождению Но Евреи По национальности Но Это Не умаляет Его Достоинств И Не украшает Его Недостатки Вот Поэтому Я думаю Что Карлу Попперу Мы так Отнесемся Достаточно Нейтрально В плане Его Этнической Его Так сказать Принадлежности Ну А вот Нейтрально Отнестись К нему Как философу Трудно Карл Поппер Если вы Откройте Ту же Википедию Карл Поппер Наберете Там Сказано По-разному В Википедии Или в других Статьях Посвященных Карлу Попперу Его Называют Выдающимся Методологом Науки 20-го Столетия Логиком Выдающимся 20-го Столетия Философом И логиком 20-го Столетия Он был И тем И другим И третьим Но вот Насколько Он был Выдающимся И куда Он выдавался Вот На уровне Постпозитивизма Можно рассказать Кстати Видимо За неимением Времени Мне придется Средоточиться На Карле Поппере Хотя Постпозитивизму Относятся Еще Первое Первое Что Карл Поппер Вспомнил О том О чем Там Он Слушал И в чем Участвовал С правом Совещательного Вольфа В Венском Университете Вот когда Там Заседание Этого Кружка Было И юный Карл Поппер Что-то такое Слушал Но ничего Еще не Предлагал Ну Принцип Верификации Он уже Был Упразднен И этими Отцами Основателями Венской Школы Но Все-таки Карл Поппер Задумался Значит Верификация Не годится Что-то Надо придумать И уже И логический Позитивизм Вот Рудольфа Карна По идее Тоже Не годится Почему Потому что Значит Ну Вот Логичность Как-то так Уже Поппер Он занимался Действительно Очень плотно Логикой Понимал Что Логичность Нельзя Отождествлять С истинностью Да Ну Я вам привел Пример Конечно Не один я До этого Додумался И Карл Поппер Тоже Гораздо раньше Меня додумался Что нельзя Значит Надо искать Какие-то Ну Критерии Надо А бороться С этой Метафизикой Проклятой С философией То бишь Вообще-то Надо 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 Как-то Позитивную Науку Укреплять И вот Карл Поппер Придумает Вместо Принципа Верификации Принцип Фальсификации Что это такое Фальсификация Слово Нехорошее Вы знаете Да У нас У нас Фальсификация Сколько угодно У нас Все консервы Мясные Фальсифицированы Великанство 50% Фальсифицировано Мы знаем Что такое Фальсификация Так сказать Я лично Высказываниях Они там Бились Венском Кружке По поводу Выяснения Научности И логичности Каких-то Высказываний То бишь Суждений И вот Поппер Находит Его Озаряет И ему Потом До сих пор Вернее Не потом Асану Поют По этому Поводу По поводу Его принципа Фальсификации Что это такое Он говорит Что Конечно Практически Проверить Какие-то Высказывания Непосредственно Или даже Опосредованно Очень сложно А подчас И невозможно Для современной Науки Постнеклассической Науке Еще одно Слово Вот В середине 20 века Наука Вступила На Шаткие Рельсы Этого Нового Этапа Развития Постнеклассическая Наука Я не буду говорить Что это такое Но вот Тут Спостпозитивизм Не только По названию Перекличка Но не буду Потому что Нет никакого Времени И Значит Фальсификация Значит Что это Такое Значит Надо Пишет Поппер Надо Это у него Значит Работа Еще Довоенная Была Срава Предвоенная Потом Он у нее Немножко Переработал И выпустил С другим Названием У него Была Статья Довоенная Логика Научного Поиска А Послевоенная Статья Очень Похожая И во многом Там просто Совпадает Сам себя Цитирует Что называется Логика Уже Научного Познания Вот И вот Тут То он Этот Принцип Фальсификации Значит Надо Мысленно Представить Такую Ситуацию В которой Мысленно Не в эксперименте Ну нельзя Поставить Эксперимент Или еще Нельзя Или уже Нельзя Или вообще Нельзя Да Ну вот Мысленно Представить Такую Ситуацию В которой Это Суждение Было Бы Не Истинно Моложным Вот Если Вот Можно Так Фальсифицировать Это и есть Фальсификация Суждения Если Можно Суждение Фальсифицировать Так Представить Что Оно В какой-то Ситуации В каких-то Условиях Оно Будет Ложным Не Будет Соответствия То Значит Оно Научно Научно А А если Нельзя И он Говорит Ну Возьмемте Любое Философское Высказывание Какое-то Фундаментальное Философское Высказывание Все Есть Абсолютная Идея Это Высказывание Это Гегель Да Это Высказывание Нельзя Не Верифицировать Чувствовать Как это Чувствовать Да Не Фальсифицировать Потому что Оно Никак Несопоставимо Ни с Каким Нашим Опытом Несмысленным Каким-то Ситуациям Никак Мы Ничего Помышлите Что такое Абсолютная Идея Как мы Можем Как Энгельс Кстати Писал Критикуя Гегеля Когда Они Перестали Быть Младогегелянцами Абсолютная Идея У Гегеля Абсолютно Потому что Он Ничего Конкретного По поводу Ничего Абсолютно Конкретного По поводу Ни Не Можно Сказать Вот так Энгельс Было Очень Ядовит Высказывание Мог Убить Оппонента Но Тогда Уже Оппонент Был Мертв Убивать Его Нельзя Ну Вот Как Уже В Наочном Таком Заочном Диспуте Так Вот Значит И так Вот Поппер Говорит Вот Нашел Я А вот Например Вот Те же Высказывания Которые Верифицировали Простенькие Высказывания Верифицировали Его Друзья Старшие Товарищи По Венскому Кружку Вот Дождь Идет Вот Сейчас Это самое Может Он идет Да Может Идет Да Вы Сразу Посмотрели А может И не идет А можем Мы Представить Такую Ситуацию Когда Высказывание Дождь Идет Для этой Ситуации Будет Ложным Сколько Угодно Да Вот Скажем Мы Представили Что Ясное Небо Да Никаких Туч Нет Никакого Дождя Нет Значит Высказывание Дождь Идет Для этой Ситуации Будет Ложным Высказывание Не истинно О Замечательно Значит Оно Научно Мы Его Фальсифицировали А если Нельзя Оно Вот Это Метафизическое Философское Высказание Вот Понимаете Первая Находка Поттера Вот И здесь Вот Уже Начало Постпозитивизма Опять Цель Какая Отделить Научные Высказывания От Вненаучных Высказываний Прежде всего От метафизических От философских Раз Вот И Утвердить В науке Вот эти Научные Высказывания Заметьте Они Как правило Раз мысленно Мы можем Представить Ситуацию Когда Это высказывание Будет Ложным Значит Это мысленно Наше Представление Какой-то Конкретной Ситуации А не Какого-то Абстрактного В каком-то Плане Вот Как только Мы переходим На Закон Поппер Пишет Тут мы Его Фальсифицировать Не можем Вот Вот Скажем Ток Прямо Профессиональное Напряжение Обратно Профессиональное Сопротивление Можем Мы его Верифицировать Вроде Как Можем Да Вот Проверить В схеме Там Приборы Замерить Все Можем А фальсифицировать Можем Мы его Или нет А вот Представить ситуацию А как-то мы можем Представить ситуацию Не конкретно Конкретную ситуацию Когда Закон Ома Не будет Работать В электрической Цепи Не можем Все представить В чем тут Дело А дело В том Что Закон Ома Покушается На Общее Закон В общем Конкретно Закон Открыть А вот Он Говорит Нет Не надо Потому Что Закон Не Фальсифицируется Поэтому Тут Очень Сомнительно Значит Не научный Все Закон Понимаете Странные Взгляды Но Странные Взгляды Как У нас Странные Картины Я Как-то В этой Аудитории Выступал Говорил Об этом Постмодернизме В живописи Когда У нас Какие-то Кривая Бутылка Выдается За Ну Изображенная Кривая Бутылка Выдается За Шедевр Живописного Искусства Кривая Бутылка У Пабло Пикассо Да Ну А у Нашей Молодежи Рваные Джинсы На коленах Это Гораздо Выше Чем Целые Джинсы Да Вот Понимаете Такие Вот Вещи Интересные Но Возвращаясь К Постпозитивизму В Поперовском Варианте У них же Логика Научного Поиска Логика Научного Исследования Методология Научного Исследования Вот Его Главный Конек На Которого И вот Интересно Что В логике Научного Поиска Он Приходит К Парадоксальному Выводу Что Никакой Логики Научном Поиске Нет Свою Нет Он Говорит В науке То есть А Вот В научном Открытии Там Нет Рациональности Почему Потому Что Всякое Научное Открытие Происходит Случайно И Вот Тут Он Связывает Классовые Корни Это Постпозитивизм Как раз Представлено Значит У него Такая Логика Всякое Научное Открытие Совершается Случайно Как он Доказывает Я еще Сейчас Скажу Вот Дальше Раз Оно Случайно Но Всякое Научное Открытие Является Толчком К Социальному Прогрессу Научно-техническому Прогрессу А Следовательно К Социальному А Раз Оно Случайно То Всякий Шаг По пути Прогресса Социального Случайный Шаг Следовательно Никакой Закономерности В развитии Общества Нет И быть Не может И все Эти Враги Открытого Общества Начиная С Платона Опять же Гегеля А потом Самый Главный Враг Маркс Которые Постулировали Закономерность Общественного Развития Все Они Враги И они Безусловно Постулировали То Чего Нет Нет Никакой Закономерности Но Откуда Опять же Корень Из Представления О том Что Всякое Научное Открытие Случайно Вот Цепочка Откуда А как Он Доказывает Он Доказывает Он Логическим Путем И Удивительная Выдающаяся Логика Методолог Поппер Я не Устаю И Удивляться Он Делает Логическую Ошибку Логик Поппер Делает И ее Никто Не Замечает Кроме Несколько Человек Включая Вашего Покорного Слугу Которую Поппера Тут же Стал Критиковать Ну Не тут же Не сразу После выхода Но он еще Жив был Вот Я ему даже Письмо писал Я такой Отчаянный Я Путину Два письма Писал Как меня еще До сих пор Не заметили Путин ответил А На одну ответил Да Но ответил Не сам А через Аминистрацию Президента Но это Отдельный разговор Вот Ну это так Иногда Поры выпускаю Поры выпускаю Мне ректор Который пригласил До беседы Меня Сказал Ну вы Да выпускайтесь У вас Как-нибудь так Определят Что и выпускать Будет нечего Ну ладно Ну это Значит Так Отдельный разговор Значит Итак Как он доказывает Что Поппер Что открытие Случайно Научное открытие Случайно Он говорит Используем Логический прием Я говорю Логический Он пытается Доказательство Вот противного Есть такое Действительно То есть Предположим Что Научное открытие Закономерно А не случайно Но если Что-то Закономерно То это Что-то Можно предсказать Истину Глаголит Поппер Истину Ну до Определенного Момента Истину То есть То что Незакономерно Когда нет Какого-то Закона Линейного Нелинейного Вероятностного Динамического Неважно Между А и Б Есть Какая-то Связь Вот Наступает А Мы можем Если есть Связь Установлена Постоянная Воспроизводящаяся Это Принцип Закона Что закон Это устойчивая Постоянная Воспроизводящаяся Связь Чего-то С чем-то Вот А и Б Связаны Мы это Знали Мы этот закон Открыли И мы видим А Ага Мы подсказываем Значит будет Б Событие Б Потому что Есть такая Может закон Просто регулярности Как смена Дней и ночи Не причина Следственного Отношения Мы начинали Всегда И начинаем Сейчас Изучение Чего угодно С регулярности Вот Ну Что Правильно Доказал Что значит А Да Он Дальше Что говорит Значит Если Закономерно То можно Предсказать Но Можем ли Мы Предсказать Открытие Это Ведет Нас К логическому Парадоксу Господа Ведь Предсказать Открытие Это значит Сделать Открытие До Открытия Я должен Сказать Что Будет Открыто Значит Я Открою То Что Еще Не Открыто Абсурд И Логик Выдающийся Логик Поппер Торжествует Я доказал Таким образом Методом Доказательства От противного Значит Раз Научное Открытие Непредсказуемо Значит Оно Случайно Все И Теперь Дальше Значит И Вся История Общества Нагромождение Случайно Каких-то Открытий И Продвигающих Людей По пути Прогресса Вот И Никаких Закономерностей Там Каких-то Там Он Прямо Пишет Вот В другой Уже Работе Там Как раз Открытое Общество Его враги Он пишет Что Я доказал В конце Второго Тома Этой Работы Что Никакой Закономерности В развитии Общества Нет Поэтому Предсказывать Какое-то Коммунистическое Капиталистическое Белое Черное Красное Серо-бурое Малиновое Будущее Для человечества Дело Бессмысленное Я доказал Ну Как он Доказал И вот Теперь В чем Логическая Ошибка У Попера Который Не Я думаю Что Это Так Просто Что Можно Сразу Обнаружить Значит Итак Действительно Я Сказал То Что Закономерно Предсказуемо Да Но Не все Предсказуемо Что Закономерно Почему А потому Что Предсказуемость Это Субъективный Акт Это Мы Предсказываем Люди Значит Может быть Закономерно Есть связь А и Б Постоянный Устойчиво Повторяющийся Из тысячелетия В тысячелетие Из миллион лет Другой миллион лет Но мы Не знаем Этой связи Не знаем Поэтому Предсказать Не можем То есть Отсутствие Предсказуемости Не свидетельствует Об отсутствии Закономерности Оно Свидетельствует О том Что мы Не знаем Эту Закономерность А Товарищ Попер Говорит Что Это Свидетельствует О том Что нет Закономерности Вот Тут Прокололся Товарищ Попер Так Я вот Письмо И написал Я Так Прочитал Звился Но он Уже не мог Наверное Читать Старый был Ему уже Под сотню лет Было Он скончался 95 Ему что ли Было Что-то в этом роде Я ему написал Когда ему было 90 Я его Ни в чем Не обвиняю Но В том Что он Мне не ответил И даже Какие-то Ассистенты Юные Могли бы ответить Ну ладно Бог с ним Как говорят Атеисты В таких случаях Но главное Это что Вот Видите Какой момент Какой пассаж Да Вот А логизм Такой Он Субъективная Предсказуемость Отождествил Субъективной Закономерности Вот Это Колоссальная Ошибка А почему Да потому Что Субъективный Идеалист Он А субъективный Идеалист Этим И грешит Отождествляет Объективную Объективную Субъективную И все Что есть Есть Субъективную И субъективную Выводится Субъективную Не могу Предсказать Значит Объективно Не закономерно Понимаете Первичное Мое Предсказание Или Отсутствие Возможности Предсказания Субъективно А то что И тут же Вот Название Это Классовая Сущность А класс Это в чем И почему Товарищи Поппер У нас Опубликовали И публикуют До сих пор Начиная С 1993 1993 Года Почему До этого В Советском Союзе Его не публиковали Потому что Эту билиберду Публиковать Было бессмысленно К тому же Может кто-то Еще поверит Поверили наши Интеллигенты Попперу Сколько угодно Сколько я выступал Вы знаете Не перед Так сказать Обывателями Что называется Не перед Интересующимися Философиями Специалистами И мне Говорят Да как же Так вы Покушаетесь На Поппера Ну вот Попробуйте Никто Не мог Опровергнуть Мое Опровержение Поппера Я утвердился Владимир Петрович Все Уже утвердился Да Ой Да Я уже Извиняюсь Конечно Товарищи Дорогие Видите Я человек Увлекающийся До сих пор Но Да еще Когда уже Возраст Такой Вот Человек Вовремя Подошел Так что Я Значит Классовая Сущность В чем Вот я Заканчиваю Классовая В чем Сущность Этой Постпозитивистской Идеи Поппера Нет Закономерности В развитии Общества Предсказывать Нельзя Бороться Не за что За что Вы будете Бороться За то Что Незакономерно Это абсурд Может быть Так А может Общество Открыто Любому направлению Своего развития А вы Если будете Бороться Вы враг Общества Открытого Свободного И демократического В этом Демографии Вот они Классовый Кор Значит Давайте Свободно Развиваться По нашему Капиталистическому Путю Не важно Даже как Вы ее называете По нашему Путю Замечательно Устойчивое Развитие Прежде всего Знаете Это тоже Поппер пишет Устойчивость Стабильность Знаете Чего у нас Сверху Нам вещают Главное Стабильность В этой Тяжелой Стабильность На каком уровне А Да Да Вот Был и дурак И не глупый Погодите Наш Ну Вот Так что Вот Понимаете Вот они Значит Классовый интерес Здесь Почему и публикует Классовый интерес Определенного Правящего Класса Который У кормушки Находится Кормушку Не хочет Отдавать И на что угодно Пойдет А уж Чтобы попер Публиковать Вот там Вот Интеллигенция Прошла Вот Почему Так вот Я думаю Потому что Надо Знать В чем В чем зло Теоретическое В чем Спотыкаются Вроде Образованные Люди С хорошими Степенями Не меньше Чем На меня Степени Звания А вот Верят Верят Поперу Почему-то Вот именно Верят Вера Как вы знаете Слепа Чаще всего Бывает Поэтому Она Вот А вот Критический Момент Это философия Вся должна Быть построена На Критицизме Да Вот Об этом Многие Философы Писали Критическое Основание Всякого Философства Вот К этому Надо Стремиться Чтобы Раскрывать Вот Такие Вещи Вроде Да Которые Я постарался Вам Расскрыть Спасибо Вопросов Не поступила Запись на выступление Также Заключительно Слово Если Есть Необходимо Ну А заключительно Я уже И сказал Последние Слова Были Фактически Заключительными Еще раз Прошу Меня Извинить Что я Так Растекаясь Мыслью По древу Как Знаменитый Этот Боян Вот Он там Не мыслью А мыслью По древу Перевели Потом Что мыслью Вот Но Факт То Что я Думаю Что Я был Я надеюсь Вернее Не думаю Я надеюсь Что я Достаточно Доходчив Был И что Наша Встреча Ну Как-то Влияла На то Чтобы Вот Не зря Я Сотрясал Тут воздух В течение Полутора Часов Аж Вот Спасибо Владимир Петрович Объявление Встречаемся Через неделю Нет На следующей неделе Следующей четверти Тема лекции Ленинизм И ревизионизм Актуальные вопросы Кандидат Каналис На угол До встречи Десять Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...